История эмо-музыки крайне насыщена событиями и интересными фактами. В любой момент существования этого жанра были странные, интересные, необычные и крайне любимые аудитории и группы. Поэтому в комментарии к этому видео сразу же напишите список своих самых любимых эмо-коллективов, вне зависимости от периода. Всем привет, друзья! Андрей, уши в огне. И сегодня я расскажу вам про эмо, скрима, эмо-валенс и все, что связано с этой музыкой. Погнали! Когда я только начинал знакомство с андеграундной музыкой, как раз шел 2008 год, который на самом деле и был годом-рассветом эмо-культуры в регионах. Да и про столицы тоже ходят слухи, что никакого 2007-го на самом деле не было. Так вот, уже тогда по интернету вовсю гуляли гневные тексты о том, что вся эта черно-розовая масса, это не true эмо, а true эмо было в 90-х. И тогда я, как настоящий нон-конформист, был на стороне, конечно же, отрицающих современное положение дел. Шли годы. Я начал заниматься музыкальным блогингом и пришел к умозаключению, что смена звучания любого жанра, пусть даже коммерческая, имеет место быть и нужно с ней считаться. Но для того, чтобы в полной мере наслаждаться всеми плодами жанра, не оглядываясь на эпоху, нужно знать историю его происхождения и контекст. Если в этом видео я забуду упомянуть какую-то группу, не бухтите, а просто напишите об этом в комментариях. Ну и специально для вас мы собрали плейлист для знакомства с жанром по всем эпохам, категориям и по всем группам и странам. Прослушать его вы можете по ссылке в описании. Итак, история эмо-музыки на рассвете очень тесно переплетена с ранним пост-хардкором, полный видос по теме которого можете посмотреть по ссылке в подсказках. Но если кратко, то в середине 80-х появился и очень быстро сгорел пост-хардкор коллектив Rides of Spring. Они отошли от традиционной пан-хардкорной тематики общественных проблем в более личные темы и сделали немного мелодичнее свою музыку. При этом агрессия и экспрессия у них остались на уровне родоначальника жанров. Вокал обычно был чистым, с периодическими всплесками высоких и ярких криков. Творчеством Rides of Spring сильно вдохновился легенда хардкор-музыки Ян Маккей, собравший на этом же концепте Embrace. Обе группы выпустили по одному альбому и были таковы. Из вашингтонской тусовки, к которой относились оба коллектива, также можно выделить Grey Matter, Befeater, Fire Party, Deg Nasty и Soul Sight. Просто необходимо отметить, что тег Эмма в отношении этих групп был применен скорее негативно. Далеко не всем хардкорщикам того времени приходился по духу более мелодичный и эмоциональный хардкор вашингтонской сцены, из-за чего они и стали назвать этот поджанр музыки Эмма или Эмма-кором. То есть по факту можно сказать, что пост-хардкор, Эмма и Эмма-кор в своем истоке это одни и те же группы, просто разные слушатели именовали их музыку по-разному. До конца 80-х жанр оставался плюс-минус прежним, но распространялся на территории США. В начале же 90-х силами Sunny Day Real Estate, Jimmy Eat World и Joe Breaker случилось первое преобразование эмма-музыки. Заключалось оно в смешении первой волны эмма-музыки с поп-панком и инди-роком. Инструментальная часть и энергетика осталась прежней, тексты все также были о личном, но появилось больше динамики и тех самых эмоций вокаля. Контраст между относительно спокойным голосом и бойким инструменталом вкупе с текстами про собственные переживания покорял многих подростков того момента. Это был первый шажок к доступности эмма-музыки массам. Стараниями господина Кобейна и его прорыву с Нирваны из андеграунда на субкультурные и нишевые подземные музыкальные жанры стали обращать внимание крупные лейблы, что привело к волне популярности подобной музыки. И одним из самых первых коллективов, получивших массовую популярность, нужно назвать Уизер, первые два альбома которых донесли формулу эмоционального панка в массы. Конечно же, они немного упростили ее и сделали еще более доступной для слушателя. У группы полный порядок с написанием западающих голову хитов, которые вместе с эмодинамикой произвели сильнейший эффект на музыкальную индустрию. В 90-х эмо-музыканты еще сохраняли дух «Сделай это сам» эстетики хардкорщиков 80-х. И это несмотря на мейджор-контракты некоторых исполнителей. Группы находились еще в пограничном состоянии, на них уже обращали внимание, но до массового эмоцунами оставалось еще несколько лет. Знаковыми группами того времени принято считать Mineral, Captain Jazz, Lifetime, Braid, Texas is the Reason и The Get Up Kids. Большинство из них просуществовало лишь несколько лет и выпустило 1-2 релиза, что не помешало большинству из них обрести культовый статус в эмо-тусовке. Всю эту волну из-за схожести в звучании принято объединять под термином Midwest Emo, то есть эмо со Среднего Запада. Спонсор сегодняшнего видео Marketplace музыкального оборудования и аксессуаров Lmarket.com Если ты занимаешься музыкой уже давно или наоборот только начинаешь, там ты сможешь найти все, что тебе нужно. Гитары, ударные, клавишные, аксессуары к ним и даже оркестровые и народные инструменты. На Lmarket представлены ведущие интернет-магазины России, каждый из которых прошел проверку качества. При заказе от 1000 рублей бесплатная доставка, а до 1000 всего 99 рублей. И самое приятное, по промокоду на экране ты получишь скидку 10%. Переходи на Lmarket по ссылке в описании и выбери все, что тебе нужно для полной творческой реализации. Конец 90-х и начало нулевых можно считать пиком независимых эмо-групп. Их альбомы продавались тиражами в десятки тысяч копий, что для инди-сцены считается чуть ли не прорывом. Видными группами этого периода считают Dashboard Confessional, Alkaline Trio, New Found Glory, Midtown и Saves the Day. Все эти коллективы объединяют под термином Mall Emo, так как они уже якобы были пригодны для того, чтобы их крутили в торговых комплексах. В каждом видео про аккорд-жанры обычно находится место, где я говорю, что вот этот период обозначает группы, выросшие на более ранних эмо-группах. А значит, новизна жанра с этого момента пойдет только вниз. Да, все эти бенды тоже имеют определенный культовый статус, и именно эти группы ответственны за то, что случилось после. Рождением черно-розовой волны в Штатах принято считать 2002 год. Именно тогда гора самых успешных коллективов из 90-х ворвались со своими релизами в Billboard и начали разносить его к чертям. К этому моменту музыка этих групп стала максимально доступна широкой публике. Инструментал стал полегче, вокал был слегка надрывным, но уже без крика и экспрессии. Песни стали максимально грамотными и хитовыми, появились стадионные аранжировки и, конечно же, там, где есть миллионные продажи, DIY эстетика пропадает. Прорывными группами нулевых для эмо-музыки стали Taking Back Sunday, The Used, Thursday, The All-American Rejects, Simple Plan, Plain Whiteies, The Red Jumpsuit Apparatus, Boys Like Girls и Paramore. Также в эмо-музыку пришли AFI, которые вообще вышли из вот такого вот панк-хардкора. И превратились вот в это. Папа Роуч тоже совершили трансформацию после упадка ню-металла и уже на альбоме Getting Away With Murder стали звучать под стать жанру. Друзья, вот это то самое место в видео, где я попрошу вас поставить лайк, если вам нравится то, что я делаю, или вам по вкусу этот видос. Но святой троица эмо-музыки нулевых безоговорочно являются The Black Parade от My Chemical Romance, Infinity on High от Fallout Boy, хотя From Under the Cork Tee тоже был хорош, и If Ever You Can't Sweat Out от Panic at the Disco. Это были самые коммерчески успешные и яркие записи того периода. Все составляющие изначальной эмо-музыки на этих пластинках были доведены до предела. Эмоциональность подачи, личность на аспект текстов и громкий инструментал. Именно на эти три альбома равнялись все музыканты альтернативной сцены того периода. И именно они были в плеере у каждого уважающего себя эмо-кида. Альбомы действительно хорошие и заслуживающие внимания, особенно когда зерна от плевел уже давно отделены. Само собой, все перечисленные группы уже давно не играют эту музыку. Каждый коллектив свернул в какую-то другую сторону, и при этом довольно быстро. Формальная эмо-музыка в своей самой массовой форме прожила несколько дольше того же нью-металла в его пике. Но это все равно был промежуток не дольше 10 лет. Но не все так безнадежно в современном мире. Опять же, как это часто и бывает в подобных моих видео, новая волна уже вовсю плещется на берегу. И как это опять же часто бывает, эта самая новая волна не в последнюю очередь отсылается к более ранним этапам эмо-музыки. Например, к Мидвесту и начало 90-х. Активные представители The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die Pianus Becomes Teeth Title Fight и мои фавориты Тушай Амора. А еще, конечно же, невозможно не отметить возродившихся American Football с той самой культовой обложкой и альбомом. Эти ребята крайне толково смогли осовременить тот самый инди-звук эмо-музыки и по факту сейчас представляют собой чуть ли не исторический экспонат. Так-так-так, это что? Тут кто-то записывает выпуск про эмо и без меня? Нет, так дело не пойдет. В Россию эмо-музыка, само собой, пришла с небольшой задержкой. Период ее прихода пришелся примерно на 2004-2006 года. И более прогрессивные Москва и Питер здесь немного опередили остальные регионы РФ. Стали появляться группы, подходящие под коммерческую волну американской эмо-музыки. К сожалению, век их был совсем недолг, но ох, как ярок и горяч. Полыхали они во всех наушниках альтернативной молодежи в то время, а само слово субкультура в условные 2007-е стало прочно ассоциироваться у большинства выросших в нулевые именно с эмо. Настолько ярко, удачно и своевременно они влетели в российскую действительность. Имена самых популярных групп того периода стали едва ли не нарицательными, но назвать некоторые из них, думаю, все же стоит. 30 дней февраля Океан Мои Надежды Скотч Оригами Радио Камбоджа NeverSmile Майонез Позже Майо Идея Фикс Комната Послезавтра Мои любимые игры Двести Повстречные Дежавю Сачи Бьютфул Дэй Дэд Кеды Терпимость Ноль Солярис Ранняя Психея Частичная Джей Нейра Ну и Горящий Сентябрь Стигматы тоже никто не отменял. Этот список можно очень долго продолжать, у каждого были свои фавориты, а в каждом городе были свои звезды. Любопытно, что питерские эмо-группы того периода были как будто бы с уклоном немножко в сторону альтернативы, а многие московские наоборот, на грани с полпанком. Любопытно будет отметить, что львиная доля русских эмо-групп была либо в стане эмо-корной вариации жанра, то есть криков было очень много, либо они были глубоко в андеграунде и были скорее ближе к скрима и эмо-вайлинцу. Об этих поджанрах мы еще поговорим дальше, но не перечислить русскую скрима сцену было бы попросту кощунственно. Я с удовольствием вспоминаю Маршак, Оптимус Прайм, Состояние Птиц, Кассатку, Май Сан, Май Хом и Май Три, Ранних Нон на Мордюкова, Лоа Ло, The Bride of Changes, Лопатка, Намаджира, Минарет и Тотара, а еще моих хороших друзей из Феномен 3010-38. Я бы даже сказал, что именно рул скрима в наши дни чувствует себя лучше, чем эмо-кор. Сильный эмо-вайп я же лично ощущаю от текущих работ Bicycles for Afghanistan, но для этого есть вполне конкретное объяснение. Теперь немного про эмо-вайленс и скрима. Скрима изначально являлся любопытной формой смешения хардкор-панка и высокого пронзительного скрима. Термин образован от слияния слов скрим и эмо. Изначально это была гораздо более спокойная музыка с едва-едва кричащим вокалом, но полной эмоциональностью в текстах. Примеры группа Heroin и Anti-Oak Arrow. Как обычно бывает, за последующие 10 лет жанр начал гиперболизироваться. Инструменталы стали быстрее, динамичнее, крики пронзительнее и все это начинало все больше походить на истерику. Характерная черта обычно в скримах группах одна из гитар не перегружена и играет на чистом звуке либо с минимальной обработкой. К 2000-м жанр по звуку оформился довольно сильный и самыми яркими его представителями можно считать Orchid, PGE-99, City of Caterpillar, Jerome's Dream, Circle Takes the Square и Ampere. Но в 2000-х произошло странное. В момент, когда Эмма выстрелил в мейнстрим, многие лейблы и группы стали именовать себя скрима-коллективами. Хотя по факту они просто представляли собой Эмма-бэнды с пронизительным скримом в некоторых моментах. То есть все группы, которые выделяли и позиционировали себя как Эмма, но кричали в своих песнях, почему-то стали именовать скрима-группами. По сути, Эмма-кор как жанр был к ним ближе, но мы-то с вами знаем теперь, что изначально Эмма и Эмма-кор это два названия одного явления. Впоследствии был придуман текст Крамс, с которым я лично никогда не сталкивался, но Википедия говорит, что он как раз и подходил для бендов того периода. Ну и рассказав про скрима, нужно обязательно упомянуть европейскую сцену. Франция и Италия особенно отличились в этом жанре. У них как-то без национального колорита что ли получалась просто забойная, яркая, эмоциональная музыка. А многие еще потом и с пост-роком начали ее смешивать, увеличив динамику жанра до каких-то заоблачных высот. Примеры Рейн, Аманда Вудвард, Дайтро и Бердсен Роу. Где-то рядом со скрима идет и Эмма Вайленс. Из названия ясно, что это смешение Эмма, скрима, если быть точнее, и грайндового Пауэр Вайленса. По звуку это более хаотичный скрима с короткими и динамичными треками, лютой динамикой и ураганом экспрессии. Истерика превратилась в нервный срыв и грозы уже не избежать. Друзья, напоминаю, плейлист знакомства с Эмма-музыкой в описании к видосу вот здесь. Плейлист со всеми моими жанровыми видосами. Загляните, там что-то интересное для себя по разным жанрам найдете. Вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом все. С вами был Андрей Игушевагнен. До встречи в следующих видео. Пока-пока.